В Хасавюрте, как и во многих других регионах России, до наступления холодов идет подготовительный процесс многоквартирных домов к зимнему сезону. Есть дома, в которых существует проблема, связанная с отопительной и канализационной системой. На сегодняшний день задача руководства города – это обеспечение тепла в домах горожан. Проводится активная работа по оснащению качественной отопительной системы в многоэтажных домах. Те дома, которые не заключили договора, убедительная просьба заключить с управляющей компанией договора, чтобы они могли свои работы делать. И по теплу, по отоплению, чтобы вопросов не было. У кого есть вопросы, жалобы будут устранены по отоплению, по водоснабжению, по канализации. По обращению жителей многоквартирных домов по адресам Победа 111 и Лесная 76 проводилась замена старой канализационной трубы, с причинами повреждения, которые рабочим так и не удалось выяснить. Работу проводит управляющая компания «Спецсервис Контроль-М» совместно с Горводоканалом. Труба, которая выходит с подвала, в коррекционной системе, адресаментная, она взятка где-то повредился под асфальтом. Мы ее скрыли сейчас, будем ее восстанавливать. Так как срочно в воду потекает подвал, срочно надо восстанавливать трубу. Специалисты управляющей компании предупреждают горожан, что с 10 сентября по 10 октября будет проводиться активная проверка всей отопительной системы. Жить сам дома необходимо, чтобы заключить договор с нами, как вот, например, заключают договоры в другие дома. Есть дома у нас с проблемами отопительной системы, это Махачканическое шоссе, дом 29. Там вся отопительная система центральная, пришла непригодность. Представители управляющей компании на сегодняшний день проводят различные беседы с горожанами, касающиеся вопросов оснащения тепла и горячей воды в многоквартирных домах. Как подчеркнули специалисты, вся намеченная работа будет завершена в установленные сроки. Алина Хасамбекова, Магомед Тимирсултанов, информационная программа «Пульс». Алина Хасамбекова, Магомед Тимирсултанов, информационная программа «Пульс», информационная программа «Пульс».